Ситуация в стране и мире. Причины и сценарии грядущего. Причинно-следственные связи, создавшие ситуацию в Отечестве и мире, взаимоувязаны и параллельны. Многовариантность ветхобиблейского проекта лишь подчеркивает его подавляющее влияние на политиков стран мира, в том числе реализуемой в нашей стране. Адепты этого проекта заняли все властные структуры в нашей стране и в мире. Иллюзорные надежды, что во властных структурах есть существенные противоречия. Например, между группировками Трампа и Байдена, Путина и Грефа с Чубайсом. Резкое противопоставление интересов есть только между двух лагерей. Один из них – это бесструктурный лагерь землян, в том числе и соотечественников, борющихся за право жить по-человечески. Другой – это лагерь нелюдей. Он структурирован, имеет поэтапный план реализации своих целей. При этом постоянно приспосабливается к меняющейся ситуации из-за противодействия людей планов нелюдей. Большинство землян находятся в зомбированном состоянии и даже являются попутчиками и исполнителями планов нелюдей. Исходя из этого, можно считать, что численность противостоящих друг другу лагерей примерно равна по 15-30% от общей численности, а 40-70% – болото человечества. Главная битва за грядущее человечество происходит в головах землян. Как только происходит осознание человеком своих родовых и человеческих интересов, так тут же он становится активным борцом за созданные интересы. С другой стороны, нелюди наращивают арсенал зомбирующих людей программ, организуют технологический вал закрепощения человека. Сценарий грядущего зависит от этих двух противонаправленных процессов. Если здравомыслящие люди смогут структурировать свои усилия, организовать плановое противодействие нелюдям, увеличить в разы воздействие на болото, то мы увидим в ближайшее время результат этой работы. Иное развитие сулит погружение всех в мир цифрового концлагеря. Активным борцам за интересы народов Отечества и мира необходимо объединять свои усилия и на местах, и в информ-среде, для того, чтобы выработать целеполагание своих действий. Организоваться структурно, создать повсеместно горизонтальную сетевую этническую структуру. Всеобщая глобальная связь позволяет осуществлять постоянное информационное отдаленное взаимодействие. Планировать и совершать повсеместно и одномоментно коллективно осмысленные действия для достижения намеченной цели. На местах же возможны все иные взаимоотношения соратников и структурирование общих сил, исходя из сложившейся политической обстановки у них в регионах. Морох землян и соотечественников имеет многотысячелетний период. Различные религиозные, идеологические и научные концепции за это время изменили все формы надсознания, подсознания и сознания человека. Насколько глубок сон человечества, остается только догадываться. Ложь, вложенная сама в себя многократно, пропагандируется со всех средств массовой информации. Деформирован генотип и психотип человека. Создание секретного биологического оружия массового поражения, которое способно планомерно уничтожать любые человеческие популяции, заданные по ключевым генетическим признакам, станет вполне возможным. Его поражающие элементы – искусственно созданные микроорганизмы, патогены, в том числе штаммы бактерий и вирусов, измененные с помощью технологий геноинженерии. С помощью такого генного оружия можно будет вызвать изменения в наследственности или поведении миллионов людей. Но следует учесть, что расы и этносы находятся в генетическом развитии. А их отдельные представители имеют свои специфические индивидуальные черты, позволяющие выжить в случае военно-биологических атак. Надо понимать, что нахождение друг друга осознанных людей – процесс обоюдоострый, так как нелюдь активно включена в этот процесс и старается загасить выявленного. Поэтому не должно участвовать в таких структурах, которые активно сотрудничают с властными структурами. Все структуры должны создаваться вне взаимодействия с властью нелюдей. Всем нам необходимо самообучение. Чтобы проявить здравомыслие, человек сделал свою жизнь предметом своей воли и своего сознания. Нужна работа над своим миропониманием. Нужен собственный анализ прошлого, настоящего и грядущего. Субтитры создавал DimaTorzok